Топ Гир, пожалуй, самая знаменитая автомобильная передача, где троица веселых ведущих тестируют, обозревают и уничтожают самые различные автомобили. И ярые поклонники этого телешоу наверняка вспомнят, что в первых сезонах, которые выходили где-то в середине 2000-х, довольно часто мелькала одна британская автомобильная компания. Компания TVR, имевшая славу производителя двух местных спортивных автомобилей с дурным характером. И вот со временем, TVR пропадает с экранов любимого телешоу. Ее автомобили не ставят лучший круг на знаменитом полигоне Топ Гир, а троица ведущих больше не отпускает колкости в ее адрес. И как все TVR-ы, он пахнет клеем. Части кузова отваливаются. Смотрите, вот кусок. И так уж совпало, что перед пропажей, TVR купил один молодой олигарх из России. Молодой парень, который хотел превратить компанию в новый Астон Мартин. Но, спустя какое-то время после покупки, некогда любимого автопроизводителя всех британцев ждал крах, после которого TVR и перестала появляться в новых выпусках любимой передачи. Журналисты, поклонники, да и просто неравнодушные, конечно же, обвинили нового владельца во всех неудачах. Ведь именно он сокращал рабочих, не выплачивал зарплаты, мутил какие-то схемы с активами компании, перепродавая их самому себе, и вдобавок хотел перенести производство в другую страну. Поматросил и бросил, получается. Негодяй, одним словом. Но что, если я расскажу вам одну историю, после которой вы взглянете немного по-другому на всю эту ситуацию, и уже сами решите, кто прав, а кто виноват? И, конечно, эта история будет про саму компанию TVR. История, которую можно разделить на три эпохи, три слона, на которых и держится вся ее философия. И для начала давайте перенесемся в 1946 год, в Блэкпул, небольшой курортный город на северо-западе Англии. Именно в Блэкпуле некий Тревор Уилкинсон купил небольшую автомобильную мастерскую, где начал обслуживать автомобили, покупать и продавать их, а также изобретать различные приблуды. Но, будучи человеком амбициозным, он мечтал построить свой автомобиль, что-то типа Астон Мартина. Так, в период с 1949 по 1952 Тревор по очереди создаст три модели автомобиля, при этом каждая следующая будет небольшой модернизацией предыдущей. Но то, как они выглядели, не совсем походило на автомобиль. Больше выглядело как двухместный гоночный болид, который Тревор собрал из того, что было в гараже. К примеру, на первых экземплярах двигатель был с фордовского фургона 1936 года выпуска, объемом 1,1 литра и мощностью в 35 лошадиных сил. Некоторые запчасти подвески от Morris 8, а сама конструкция автомобиля представляла из себя сварную трубчатую раму. Его первые экземпляры были довольно шустрыми, двигатель хоть и был маломощный, но легкий кузов позволял уверенно набирать скорость. Так эти самоделки довольно быстро разошлись по рукам, а Тревор так же быстро смекнул, что в этой затее есть потенциал. Следующий проект уже больше походил на автомобиль, с кузовом из стекловолокна, трубчатой рамой и компонентами по стена 40. Но опять же это не было полноценным автомобилем. Тревор начал предлагать комплекты из рамы и кузова, что подразумевало некий выбор для автолюбителей и самое главное гонщиков. Покупателю можно было поиграться с формой кузова, с размерами шасси, моторами, в общем самому собрать себе автомобиль, как лего. И благодаря небольшой рекламной кампании заказы начнут поступать не только из Англии, но и из континентальной Европы, из США и даже из Мексики. Однако для реализации полученных заказов еще не хватало ресурсов. Первые автомобили они собирали вдвоем со своим коллегой Джеком Пикардом, а для того, чтобы наладить какой-никакой конвейер, требовалась целая команда. Поэтому к 1955 году компания наймет в штат сварщиков, слесарей, административный состав и уже даже будет привлекать инвесторов. И одним из ключевых клиентов ТВР стал гонщик из США Реймонд Сайдель, который мечтал уступать в Лимане, где гонялись именитые тогда бренды Porsche, Mercedes и Ferrari. Но Реймонд не хотел использовать всю эту попсятину, а задался целью построить свой автомобиль для участия в престижнейшей гонке. В журнале Моторон увидел объявление от одной английской компании, которая могла построить любое гоночное шасси. Недолго думая, он написал им письмо с предложением посотрудничать, и возможно, получение этого письма стало переломным моментом в истории компании ТВР. В период с 1956 по 1957 Тревор с командой создаст и отправит Реймонду несколько гоночных шасси без кузова с двигателем Coventry Climax объемом 1,1 литра. Реймонд же обкатает их в гоночных условиях, где шасси покажут себя с положительной стороны и заинтересуют некоторых потенциальных покупателей. Так появится идея наладить поставки дорожных автомобилей в США и открыть для ТВР самый желанный рынок сбыта, который на тот момент еще был недоступен многим более именитым автопроизводителям из Европы. К концу 1957 года Тревор разработает дорожную версию для своего заокеанского друга. Ей станет Джомар Купе, и по сути это будет гоночное шасси, которое покупал Реймонд с натянутым на него кузовом из стекловолокна и тремя двигателями на выбор. Кабинка Climax объемом 1,1 литра, Ford объемом 1,2 литра и MGA на 1,5 литра. И когда в январе 1958 года несколько автомобилей приплыли в Северную Америку, их встретили с энтузиазмом. Единственным дистрибьютором был конечно же Реймонд, который таскал эти машины по всем выставкам и гонкам. И поначалу довольно большое количество дилеров заинтересовалось ими, но попробовав продавать их, они быстро вернули эти автомобили обратно Реймонду. По факту автомобили были еще сырые, в них не было обогревателя, радио и другого комфорта, к которому так привыкли американцы. Реймонд в последующем даст начало это все сам. Также автомобили не отличались качеством сборки, многие детали не были подогнаны и были жалобы на постоянные поломки. Кроме того, DVR в среднем производил один автомобиль в месяц, но при этом призывал Реймонда увеличить количество заказов. Такая логика вещей и такое отношение к делу расстроило Реймонда, и он разорвал все отношения с британской компанией. И да, в компании были большие проблемы. Тревор хоть и был рукастым парнем, но хорошим руководителем он не был. Когда в 1958 году у компании накопились долги перед банками, DVR была выкуплена одним из инвесторов, а Тревора поставили на одну из руководящих должностей. На тот момент у компании был бардак финансовой отчетности, ценообразований и явно ощущался недостаток квалифицированных рабочих. Но выходить из кризиса решили не решением этих проблем, а новой моделью автомобиля и попыткой вернуться на американский рынок. И если поиск новых дистрибьюторов в США не увенчался успехом, то новая модель стала первым полноценным серийным автомобилем. DVR Grand Tour появилась на основе Jomar Coupe, как кузов Fastback, с теми же конструктивными решениями и двигателями. За 6 лет, с 1958 по 1964, модель не раз подвергнется эволюции, заменят двигатели, модернизируют трубчатую раму, доработают тормозную систему и добавят комфорта. И за это время будет выпущено в общей сложности 590 автомобилей. Grand Tour станет моделью, которая даст возможность компании заработать денег. У DVR наконец-то будет расти дилерская сеть по всей Англии и появятся более серьезные инвесторы. И на фоне этих успехов, DVR принимают решение ворваться в гоночный мир, как заводская команда в 1962 году. Но как оказалось, это решение было поспешно и не совсем верное. Во-первых, Grand Tour была не настолько отличным автомобилем, чтобы побеждать. Ей может и хватало скорости, но явно не хватало надежности. А во-вторых, во время гонок команда позволяла себе дорогие отели, рестораны и перелеты. В общем, вела себя так, как будто она на отдыхе, а не пытается прорекламировать свой продукт. Что, конечно, приводило к большим затратам. Все это расстраивало Тревора, который не мог ничего с этим поделать, так как не мог единолично принимать решения. Более того, ему было больно смотреть, как компания ходит по рукам от одного собственника к другому. К примеру, в 1961 году ее выкупит один из их дилеров. И все это стало последней каплей, и Тревор принял решение уйти из компании. 5 апреля 1962 года Совет Директоров отстранил Тревора от всех занимаемых должностей, не выплатив ему ни фунта. Так закончилась эпоха Тревора Уилкинсона, который основал компанию, заложил основные ее принципы, но так и не смог сделать из нее новый Астон Мартин. Несмотря на провалы в гонках, после ухода Тревора руководство приняло решение продолжать участвовать в заездах. Но в конечном итоге каких-то выдающихся результатов не было. Поэтому компания продолжала терять как деньги, так и репутацию. Однако планы у руководства были грандиозные. Они считали, что вполне могут создать автомобиль, который сможет конкурировать с Астон Мартином или Ягуаром. И для этого им нужен был новый кузов, желательно от знаменитых итальянских кузовостроителей. Так как все знали, что самые красивые автомобили делают именно итальянцы, а автопроизводители прекрасно знали, как итальянский кузов добавляет стоимость. Но это были лишь планы, которые звучали в 1962 году, а пока они продолжали выпускать немного модифицированную грантуру. Еще при Треворе Тевиар худо-бедно наладил экспрогрантуры в США, но там продажи особо не радовали. Однако один американский дилер все-таки разглядел в ней потенциал. В 1963 году к Тевиар обратился некий Джек Гриффит с просьбой отправить в США грантуру без двигателя и трансмиссий. Его идея заключалась в том, чтобы создать конкурента AC Cobra путем интеграции фордовского V8 в грантуру. До этого момента у Тевиар под капотом никогда не было ничего подобного, только православные четыре цилиндра. Из-за отсутствия собственных идей и худеющего бюджета, в руководстве согласились на столь нестандартную и безумную идею. Так родилась модель Гриффит 200, а впоследствии и Гриффит 400. Мощность предыдущих двигателей варьировалась в районе 80-90 лошадиных сил, тут же в зависимости от версии V8 выдавал серьезные 200-270 лошадиных сил. Джек Гриффит также модернизировал тормоза, подвеску и устанавливал четырехступенчатую коробку передач. Получилась безумная машина с дурным характером. Те, кому удавалось на ней прокатиться, отмечали, что управление было легким, но довольно грубым. В салоне было тесно, а качество сборки оставляло желать лучшего. Но это реактивное ускорение. Реклама утверждала, что Гриффит разгоняется с нуля до 60 миль в час за немыслимые 3,8 секунды. Уже в 1964 году производство этой безумной машины пришлось остановить, так как забастовка в портах восточного побережья США подорвала возможность Джека Гриффита привозить автомобили. Затем он не смог оплачивать счета за двигатели Ford, а вскоре и сам ТВР перестал производить что-либо. ТВР еще в 1963 году ненадолго останавливала производство, но силами рабочих ее дочерней компании и не без Джека Гриффита ей удалось ненадолго наладить дела. И вот когда модель Гриффита становилась на отметке в 261 проданном экземпляре и перестала приносить прибыль, ТВР рухнула как карточный домик. Ведь на тот момент Гриффит был практически единственным источником дохода, так как грантура особо не продавалась. Но еще одной проблемой стала новая модель ТВР, куда последнее время компания вбухивала все средства, но так и не успела выпустить ее на рынок. Амбициозные планы руководства ТВР по поводу кузова от итальянских ателье наконец-то удалось воплотить в жизнь, когда им подвернулся Гриффит со своей идеей. Новая модель получила имя Trident и совершенно радикальный дизайн автомобиля с V8 под капотом от Гриффита. Но этому проекту не суждено было воплотиться в жизнь, так как в 1965 году компания закрыла свои двери и начала процедуру банкротства. И ТВР Трайден так и не успел пойти в серийное производство. В то время одним из акционеров компании был Мартин Лили и его отец Артур Лили. И вот когда они узнали, что ТВР обанкротился, то немного огорчились, так как вложенные средства терять особо не хотелось. Поэтому ими было принято стратегическое решение о выкупе компании, которая тогда находилась в руках управляющего по банкротству. И не сказать, что эта покупка оказалась котом в мешке, но нюансы были. Из положительного оказалось, что у компании теперь не было никаких обязательств перед заказчиками, лишь небольшая задолженность перед поставщиками. Все дела можно было начиная с нуля, особо не латая дыры. Но то, в каком состоянии были цеха и оборудование, оставляло желать лучшего. Когда ТВР закрывало свои двери, некоторые рабочие не постеснялись забрать с собой чего лишнего. Однако еще большим расстройством для отца и сына стала потеря прав на новый автомобиль Trident. Не знаю каким образом, но так вышло, что права на новый трезупец выкупил один из дилеров ТВР, который собирался производить этот автомобиль под собственным именем Trident Cars. Это стало разочаровывающим открытием для Мартина и Артура Лили, так как по большей части они выкупали компанию, видя потенциал в этой новой модели. Возвращение ТВР на рынок стало открытием и для нового владельца Trident. В будущем он попытается договориться с семейством Лили о сотрудничестве, но те откажутся. И произведя своими силами в общей сложности около 39 автомобилей Trident, компания закроется. В течение двух лет, с 65 по 67, Артур и Мартин Лили будут производить обновленную грантуру с двумя четырехцилиндровыми моторами на 1.6 и 1.8 литра. И за эти два года будет проделана немало работы. Всем процессом руководил Мартин и одной из главных задач, которые он ставил перед собой, стало повышение качества сборки автомобиля, а также работа над имиджем компании. И когда авторитетное издание Motor вновь испытало грантуру, оно отметило, что та работа, которая была проделана в сравнении с первыми экземплярами, которые выпускались еще при Треворе, просто восхитительно. Автомобиль стал производительнее, проще в управлении, да и качество сборки ушло далеко вперед. В 1967 году компания показывала отрицательный доход, но то были попытки разработать новые модели, на которых Мартин потерял много денег. Поэтому ничего лучше, чем вновь переделать существующую модель в колу у Мартина не пришло. Так появилась модель Vixen с 4-цилиндровым мотором от Ford объемом 1.6 литра и мощностью 85 лошадиных сил. А также его более мощная версия Toscan V8 объемом 4.7 литра и мощностью в 271 лошадиную силу. По логике это была замена Гранд Туре и Гриффиту соответственно, с таким же кузовом из стекловолокна, трубчатой рамы и независимой подвеской. Даже дизайн был похож. И главную задачу по привлечению клиентов они выполнят с гордостью. Уже в 1968 году компания начнет приносить прибыль. Что говорит о том, что ТВР выбрался из кризиса. В период с 1967 по 1971 было продано около 1300 новых моделей. Мартину удалось довести производственные показатели до 5-8 автомобилей в неделю, вследствие чего пришлось даже переехать в более просторное помещение общей площадью в 2600 квадратных метров. В период же 70-х был полностью посвящен новой модели, на первый взгляд не особо отличавшейся от предыдущих. Ей стала М-серия с новыми моторами и, наконец-то, пропорциональным дизайном. Как по мне, все предыдущие модели имели довольно неказистый внешний вид. Я такие машинки рисовал в детстве. Автомобиль выглядел слишком коротким и высоким для своей ширины. Новую модель сделали ниже и увеличили длину на добрых 30 сантиметров. При сохранении общей концепции автомобиль стал выглядеть пропорционально приятнее. Новая модель дебютировала в 1971 году, заменив разом предыдущие версии Vixen и Toscan. Под капотом можно было встретить два фордовских мотора, рядник четырехцилиндровый и V6, объемом 1.6 и 3 литра соответственно. Также была возможность купить шестицилиндровый рядник от Triumph на 2.5 литра. И М-серия стала еще большей победой ТВР над всеми теми невзгодами, которые компании пришлось преодолеть. Во-первых, 60% всех автомобилей шло на экспорт, большая часть в США. А во-вторых, ТВР смог дать пятилетнюю гарантию на кузов. Невиданная щедрость от ТВР. В наше-то время не каждый автопроизводитель может порадовать таким сроком. Кроме того, именно М-серия стала самым первым серийно выпускающимся автомобилем в Великобритании с турбодвигателем. В 1976 году ТВР смогла договориться с одной компанией, которая занималась доработкой двигателей, об установке на их фордовский V6 турбонагнетателя. Таким образом, мощность выросла со 138 л.с. до 230, а спринт с нуля до сотни сократился на 2 секунды. И становится очевидно, что Мартину и Артру наконец удалось довести до идеала, по сути, еще ту самую Гран Туру, первую серийную модель ТВР. Из М-серии они уже не будут выживать, собирая автомобили как попало и страдать от отсутствия заказов, или наоборот, от их избытка. А даже потихоньку начнут экспериментировать. Сначала вот предложили турбо-версии, к концу 70-х выкатят кабриолет на ее базе, и в конечном итоге наконец-то сделают автомобиль с полноценным багажником. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. В конце 70-х в ТВР разработали совершенно новый автомобиль с новым дизайном, что-то очень похожее на Trident, который Мартин и Артур Лили хотели производить, когда только купили компанию, но которую у них увели из-под носа. Однако новая модель провалилась в продажах, и вложенные в ее разработку 500 тысяч фунтов не удается отбить, что сильно ударяет по карманам владельцев. Довольно ощутимо ударяет и неприятная ситуация, которая произошла в США, когда несколько автомобилей ТВР были конфискованы таможенной службой из-за несоблюдения норм выбросов. Согласен, какой-то совершенно бредовый повод, но тем не менее компания теряет из-за этого 100 тысяч фунтов в денежном эквиваленте. На все это накладывается экономический кризис в Англии, и компания опять оказывается на грани банкротства. Главная ошибка Мартина и Артура Лили заключалась в том, что они целиком и полностью положились на новую модель Тасмин, при этом убрав с рынка главный их источник дохода М-серию. И нельзя было сказать, что новая модель была плохой, она попросту была другой, ну и дорогой. Мартин сделал ставку на новый клиновидный дизайн автомобиля в кузове купе на 2 или 4 места и версии кабриолета. Как и предыдущие автомобили ТВР, это была сборная солянка из комплектующих от сторонних производителей, надетых на трубчатую пространственную раму с двумя фордовскими двигателями, В6 и 4-цилиндровым рядником. То есть технически это был тот же автомобиль, различался только внешний вид и цена автомобиля, которая выросла практически в два раза. Конечно, автомобиль прибавил в роскоши отделки, но не брать же за это двойной прайс. Особенно это не оценили американцы, которые в то время любили более сглаженные формы автомобиля и небольшую цену в сравнении с местными автопроизводителями. И вот такая ситуация предстала перед новым собственником Питером Уиллером. На момент покупки ему было всего 37 лет, а за плечами у него уже был большой опыт бизнесмена. Он с нуля создал компанию по производству комплектующих для нефтедобывающей промышленности, которую не так давно продал и решил пойти на пенсию. Да-да, в 37 лет, может себе позволить. И у него во владении был один из самых лучших ТВР на тот момент, турпированная М-серия. И вот его-то он и привез на фабрику для ремонта, как он делал всегда до этого. Там он и узнает, что у компании проблемы и скорее всего ее будут продавать. Как говорил Питер, решение о покупке пришло сразу. После продажи предыдущего бизнеса у него был хороший капитал на руках и ему было интересно заняться чем-то новым. Бросить жизни новый вызов, а отдохнуть на пенсии он всегда успеет. Что самое забавное, Мартин Лилли точно так же узнал о проблемах предыдущего собственника, когда пригнал на ремонт свой разбитый Гриффит 17 лет назад. Уиллер был не из тех, кто боится трудностей. Засучив рукава, он принялся искать выход из кризиса. Во-первых, ему не нравились фордовские моторы, он считал их недостаточно мощными. Поэтому сразу же договорился о поставках V8 от ровера объемом 3,5 литра на 190 лошадиных сил. Вскоре станут доступны еще более мощные моторы на 3,9 и 4,2 литра. И это оказалось чертовски верным решением. Да, автомобиль стал дороже, но он стал роскошнее и мощнее. Чего вам еще надо? Ах да, надежности. В общем, так или иначе, эта затея подстегнула продажи новой модели с клиновидным дизайном. Оказывается, она была не так уж и плоха. А во-вторых, Питер решил исправить главную ошибку Мартина Лили, а именно вернуть на рынок автомобиль с дизайном М-серии. Новая модель имела нейминг S в серии и была представлена в 1986 году как спортивный кабриолет компании TVR. Он стал длиннее и шире М-серии, получил V6 в базе на 160 лошадиных сил, новое шасси и самое главное цену, дешевле Тасмина примерно на 25%. И новая S-серия стала бестселлером в мире TVR. Еще до начала старта продаж в 1987 году автомобиль получил 150 предоплат, что станет еще одним переломным моментом в истории компании. Если в эпоху Тревора Уилкинсона компания только зарождалась, в эпоху Мартина и Артура Лили компания уверенно вставала на ноги, то в эпоху Питера Уиллера компания определенно получила крылья. Под конец 80-х компания начала показывать нехилые такие темпы роста, благодаря всего двум моделям и правильно установленным в них моторам. Как мы помним, производственные показатели при Мартине были примерно 5-8 автомобилей в неделю. Питеру Уиллеру к 1988 году удалось производить в среднем 15 автомобилей. А если сравнить ее с другими мелкими британскими автопроизводителями, то и тут есть чем похвастаться. За 1986 год компания ТВР произвела 521 автомобиль. Это немного не дотягивает до Лотуса, у которого 704 модели, и полностью опережает Морган, Риэлленд и Астон Мартин. Но главная революция произошла в 90-х годах, когда Питер представил несколько новых автомобилей. Так в 90-м году было возрождено имя Гриффит. Новая модель имела V8 в нескольких своих ипостасях и чуть более короткое шасси от S-серии. Аналогично с S-серией модель получила в общей сложности около 300 предоплат до старта продаж. Удивительно, но Питер опять попал в потребителя. Новый Гриффит поступил в продажу в 92-м году, и в том же году была выпущена еще одна модель, E-Mera, которая конструктивно была тем же Гриффитом, но имела измененный дизайн и увеличенную длину автомобиля, за счет большего размера багажника и просторного салона. Идея, конечно, была в том, чтобы создать отличные автомобили для дальних поездок. Но, как оказалось, тесный Гриффит с теми же характеристиками особо никому не нравился. E-Mera его полностью затмила. Таким образом, в 90-е ТВР продолжит наращивать темпы роста. Благодаря новым моделям из серии S, ТВР в начале 90-х будет выпускать до 1000 автомобилей в год. Это примерно 20 автомобилей в неделю, а к концу века этот показатель достигнет отметки в 40 автомобилей в неделю. И на волне этих успехов Питеру приходит просто гениальная идея. Почему бы не разработать собственный двигатель? 90-е годы для британской автомобильной промышленности стали, пожалуй, самыми печальными. К концу столетия практически не осталось автомобильных брендов, которые целиком и полностью были бы в руках британских капиталистов. Бентли был выкуплен Volkswagen, а Rover Group, куда входили такие автопроизводители, как Minion, Land Rover, Triumph и, собственно, сам Rover, была выкуплена BMW в 1994 году. И именно по этой причине Питеру Уиллеру пришлось задуматься о выпуске собственных двигателей, так как выпуск V8 от Rover, благодаря которым компания и стала популярна, оказался под угрозой. Для разработки нового двигателя Уиллер привлек двух инженеров из формульной тусовки. Идея Уиллера заключалась в том, чтобы создать гоночный двигатель, который можно было не только устанавливать в свои дорожные автомобили, но и предлагать их сторонним автопроизводителям. Так появился атмосферный V8 с головкой и блоком цилиндров из алюминия, что делало его удивительно легким. Уиллер разработал два варианта, объемом 4,2 и 4,5 литра, мощность которых варьировалась от 360 до 420 л.с. соответственно. И первым автомобилем, оснащенным новым мотором, стала Цербера, которая вышла в 1996 году. Это был первый разработанный автомобиль в эпоху Уиллера с жесткой крышей и четырьмя посадочными местами. И внешне эта модель стала квинтэссенцией модельного ряда ТВР 90-х годов. Все последующие модели, а ими станут Тоскан, Т-350 и Тамора, внешне будут представлять уже следующее поколение дизайна ТВР. Они будут самобытны, не похожи ни на что. Взгляните только на Тоскан, который был представлен в 1999 году. Его очень своеобразная задняя часть и не менее странная передняя вызывает только восхищение. Ну и немало вопросов к тому, кто это рисовал. Где он только брал вдохновение. Я тоже так хочу. И все автомобили, которые выпускались уже в 21 веке, имели общую концепцию, которую заложил еще Тревор Уилкинсон. Трубчатая рама и кузов из стекловолокна. В ТВР так и не узнали другой формулы в постройке автомобилей. Питер Уильдер лишь добавил к этой формуле последнюю переменную в виде собственного двигателя. К слову, В8 так и не прижился, оставаясь исключительно двигателем для Церберы, так как был слишком дорогим в производстве и обслуживании. В 1999 году был разработан еще один мотор. Им стал атмосферный рядник на 6 цилиндров, объемом 3,6 и 4 литра. Он также будет иметь алюминиевый блок и относительно небольшой вес. И именно он станет основой для всех последующих моделей ТВР. Эпоха Питера Уиллера действительно была окрыляющей для британского производителя спортивных автомобилей. Решение возродить каноничный дизайн еще той самой Гран Туры в серии S и поставить на нее более мощный мотор привело компанию к впечатляющим результатам. А сама идея построить свой собственный мотор была настолько смелой, настолько амбициозной, что можно только позавидовать тому, насколько этот человек хотел сделать для компании что-то действительно великое. Ведь даже в современных реалиях для больших концернов разработать с нуля новый двигатель – это очень-очень большие затраты. А представьте, насколько они были большими для Питера Уиллера. Также этот человек прославил маленький город на северо-западе Англии в кругах автолюбителей по всему миру. Компания ТВР стала гордостью для всех блэкпульсов. Кроме того, это было престижное место работы и в какой-то степени достопримечательностью города. А теперь представьте, как им стало обидно, когда в 2004 году эту компанию выкупил русский мальчишка, сын знаменитого тогда олигарха и банкира Александра Смоленского Николай Смоленский. Как бы то ни было, но компанию ТВР в эпоху Уиллера опять погубило слишком переоцененные возможности его владельца. Если при Треворе камнем преткновения стало участие в серьезных гоночных мероприятиях, таких как Климан, при Мартине и Артуре Лиле этим булыжником стала новая модель Тасмин, которая провалилась в продажах, то при Уиллере этой глыбы в основном стал выпуск собственных двигателей. Всю свою историю компания занималась лишь тем, что собирала автомобили. Нет, конечно, они делали свой кузов, свою раму, какие-то элементы подвески и полностью строили интерьер автомобиля. Но все остальное, тормоза, коробка передач, трансмиссия, двигатели и многое другое были от сторонних производителей. И поэтому замахнуться на разработку самого сложного и самого дорогого из них действительно было слишком амбициозно и слишком круто. Но не потянули. К 2004 году долговые обязательства компании ТВР составляли порядка 11 миллионов фунтов, а производственные показатели около 12 автомобилей в неделю. Напомню, в лучшие годы было 40 автомобилей. И неудивительно, что Уиллер все-таки решился уйти на долгожданную пенсию, которую он обещал себе еще 23 года назад, поэтому тихо выставил бренд на продажу. Не сказать, что покупатели выстраивались в очередь, это вам не Роллс-Ройс, но парочка претенетов все-таки нашлась. И самым активным оказался Николай Смоленский, который твердо сказал, что если Питер в течение двух недель примет решение о продаже, то ему тотчас упадет на счет 15 миллионов фунтов. И Питер согласился. И знаете, новость о продаже компании некому российскому бизнесмену, очень богатому бизнесмену, встретили в компании с неким облегчением. Все понимали, что на тот момент ТВР испытывал проблемы и те инвестиции, те возможности, которые мог привнести Николай, стали глотком свежего воздуха. В Смоленском видели спасителя ТВР. Но, скорее всего, так видели только в самой компании. Поклонники ТВР и журналисты видели в нем только неопытного молодого мажора, которому на тот момент было всего 24 года. Так или иначе, после покупки Смоленский выступил с амбициозными заявлениями, что в планах у него стать как Астон Мартин. Ничего не напоминает. Или даже круче. Улучшить качество автомобилей, расширить производство и вывести компанию из кризиса. И первое, что делает Николай, начинает посещать производство каждую неделю. Где обещает сотрудникам новую пенсионную страховку, которая у них отродясь не было, кормит их фруктами и всячески дает надежду на большие перемены. Но, в течение следующего полугода, настрой Николая начинает вызывать большие вопросы. То он хочет наладить выпуск моторов для лодок, то он уже собирается покупать итальянского производителя мотоциклов. В общем, ведет себя как ребенок, который отвлекается на все подряд. Поездки на завод становятся все реже, а вскоре появляются и слухи о переносе компаний в новые помещения. Слава богу, пока еще территориально в том же Блэкпуле. Что касается линейки автомобилей, то Смоленский сворачивает производство Таморы и Т-350. Оставляет только Тоскан и новый Сагарис, который был выпущен как замена Т-350 и разрабатывался еще при Виллере. И в эпоху Смоленского выйдет, пожалуй, единственная модель, которая будет разработана непосредственно при участии Николая. Новый Тоскан 2. Но какими-то сильными изменениями от предыдущего поколения автомобиль не радовал. Вскоре в делах компаний происходит уже довольно серьезное изменение. Николай затеял какую-то игру с активами компании, разбивая их на несколько дочерних, также начинает активно сокращать штат. А слухи о переносе производства в другое помещение превращаются в слухи о переносе производства в другую страну. Что вызывает не только критику со стороны журналистов и поклонников, но и забастовки со стороны профсоюза компании. Владельцы автомобилей ТВР даже устроили автопробег по центру Лондона, тем самым выразив свое негодование. Как итог, в конце декабря 2006 года в компании заявили, что завод в Блэкпуле закрывает свои двери с января 2007 года. Более того, вскоре станет известно, что рабочим за декабрь не выплатят зарплату, а прокинув их и с подарками на Рождество, и с самим Рождеством. А сам Николай свернет удочки и уедет с семьей в Австрию. И к сожалению, вот на такой грустной ноте заканчивается история компании ТВР практически во всех статьях про историю этого бренда. Николай всегда выставляет антагонистом, обрушивая весь свой гнет на русского бизнесмена, обвиняя его во всех грехах и крахе некогда всеми любимого бренда. Но давайте копнем немного глубже в эту историю и попытаемся разобраться во всех причинах неудач Николая Смоленского. И для того, чтобы понять, что же все-таки происходило в то время, давайте на минуту станем новыми владельцами компании ТВР в 2004 году. Вы молодой русский парень, который сначала унаследовал от отца банковскую сеть в России, а потом ее продал. Переехав в Англию, вам конечно же хочется вложить полученные деньги от продажи в какой-нибудь бизнес. И так как вы молодой парень, вас конечно же привлекают автомобили. Быстрые, спортивные, дорогие. И тут вы видите, что один исконно британский автопроизводитель выставлен на продажу, и у вас даже хватает на него денег. Вот оно, то дело, дело всей моей жизни, думаете вы. Купить не просто автомобиль, а завод по производству автомобилей. Это как в детстве вам бы подарили не просто Лего, а завод по производству Лего. Вы сразу же предлагаете продавцу конкретную сумму, которую готовы отдать здесь и сейчас, и продавец соглашается. Но дело в том, что у вас никогда и не было автомобиля этой марки. Поэтому за несколько недель до сделки вы приобретаете новенький ТВР. Автомобиль кажется вам быстрым, но со своими нюансами. Оно и понятно, ручная сборка все-таки. Разберемся, думаете вы. На компанию у вас большие планы стать не просто производителем быстрых и спортивных автомобилей, а самых лучших автомобилей. Но проблемы начинаются тогда, когда вы понимаете, что вы купили и что оно производит. Давайте по порядку. На момент покупки завод в Блэкпуле представлял из себя всего несколько цехов. У компании не было даже испытательного полигона. Все автомобили тестировались на улицах родного города. У полицейских, конечно же, вопросов не возникало. Это их гордость все-таки. Цеха и здания нуждались в хорошеньком ремонте, а автомобили и двигатели по-прежнему разрабатывались с помощью чертежной доски. Были и проблемы с поставками комплектующих, а точнее с их запасами. Случалось так, что в зимнее время, когда дороги могли быть занесены и поставщики не могли привезти комплектующие, производство останавливалось. Рабочие не были дисциплинированы, а в руководстве процветало кумовство. В общем, был полный бардак, а технологии разработки и производства остановились еще где-то в начале 90-х. Теперь давайте посмотрим, что могло производить такое предприятие. Во-первых, на все автомобили TVR поступали жалобы об их качестве сборки. В автомобиле всегда ощущался стойкий запах стекловолокна и клея, и напрочь отсутствовала какая-либо шумоизоляция. Во-вторых, автомобили компании TVR всегда славились своими нестандартными решениями в экономике и конструкции автомобиля. То у них кнопка открытия дверей на зеркале, то капот прикручен болтами. Кнопки поднятия стеклоподъемников могли быть выполнены совершенно необычным способом, или аккумулятор установлен клеммами к земле. И автомобили TVR были просто напичканы такими вот нюансами, но все это вызывало больше улыбку, чем негодование. Но вот что точно было не до смехов, так это отсутствие какой-либо безопасности автомобиля. В нем не было ни подушек, ни АБС, ни трекшн контроля, ни других систем пассивной или активной безопасности. TVR считали, что в аварию в принципе попадать не нужно. А если учесть, что это был легкий автомобиль с мощным двигателем, то эта ядреная смесь была смертельно опасна для жизни. Вскоре во всей этой авантюре всплывает еще два неприятных факта. Почему, собственно, Гриффит, Химера и Цербера, которые выпускались в 90-х, стали так популярны? Дело в том, что они были дешевле своих более именитых конкурентов из Porsche, Mercedes, Ferrari и Aston Martin. И соотношение цены-качество производительности устраивало покупателей, и продажи росли. В 2000-х же ценник на автомобили почти сравнялся с конкурентами, и покупатель перестал обращать на них внимание. А во-вторых, TVR с 1987 года не продавал автомобили в США из-за уже известной нам причины. В автомобилях отсутствовала безопасность, что было недопустимо на американском рынке. И вот из всего этого складывалась общая картина всего того бедствия и той задницы, в которую вы, как юный бизнесмен, вляпались. Вот что бы вы стали делать в таком случае, будь вы на месте, Николай. Я соглашусь с тем, что Николай был неопытным, некомпетентным, избалованным парнем, который, возможно, купил компанию не разбираясь в вопросе, как игрушку для развлечений. Все это имеет место быть, но претензия к тому, что он был молод, не принимается. Когда Мартин Лилли и его отец Артур купили компанию в 1965 году, Мартину было 23 года, и он таки смог поставить компанию на ноги. Конечно, не без помощи отца, но все же. И как по мне, решения Николая по выходу компании из кризиса были правильными. Как это ни странно, но компанию довел до такого состояния именно Питер Уиллер, и не только разработка нового двигателя вызвала все эти проблемы. Уиллер, вместо того, чтобы улучшать качество автомобилей и заниматься оптимизацией, увеличивал ассортимент моделей. В один год выпускалось до четырех разных автомобилей, которые по сути были одним и тем же. Одинаковые двигатели, комплектующие, отличался только внешний вид и шасси. И Смоленский, придя в компанию, сократил модельный ряд до двух автомобилей, поручив заняться качеством сборки. Также нужно было решать проблемы с необоснованно высокой ценой автомобиля, поэтому последовали сокращения штата, так как для сборки двух моделей по 3-4 автомобиля в неделю 300 человек было явно много. И в новом ценообразовании был еще один неприятный момент. Когда Питер Уиллер продавал компанию Николаю, он оставил у себя в собственности все цеха и землю, на которой располагалась компания ТВР, и Смоленскому пришлось взять все это в аренду, стоимость которой также ложилась в себестоимость автомобилей и была выше на 50% в среднем от цены за квадратный метр на рынке. Питер Уиллер мало того, что довел компанию до ахового состояния, так и решил заработать на ее крахе. Он прекрасно знал, что стоимость автомобилей и так высокая, и стоимость аренды по-любому ляжет в себестоимость автомобилей, что опять же приведет к ее повышению. И когда договор аренды стал подходить к концу, Николай начал подыскивать новые помещения, отсюда слухи о переезде. И тут же столкнулся с трудностями, в Блэкпуле не так много подходящих цехов. Смоленский попытался договориться с администрацией города, чтобы те помогли в решении этой задачи, иначе несколько сотен рабочих мест и гордость города Блэкпула может исчезнуть. Но не найдя там понимания, Смоленский начал раздумывать о переносе основного производства в другую страну, где рабочая сила была бы дешевле, и тогда бы он смог снизить цену автомобиля. Но и тут общественность не дала ему этого сделать, выразив свое негодование. И было еще довольно много попыток спасти эту фирму, например таких как приглашение специалистов из Ламборгини и Лотус, но те быстро сбежали. Или же решение о возвращении на американский рынок, но тут опять же надо было оборудовать автомобили подушками безопасности, АБС и другими системами, что опять же повышает стоимость автомобиля в какой-то замкнутый круг. В конечном итоге Смоленский зашел в тупик и принялся делать то, что он хорошо умел, что было у него в генах, а именно банкротить компанию, уходить от выплат зарплаты налогов, а также играть активами компании как в карты. После всех своих махинаций за ним остались права и бренд компании ТВР. И владел он ими до 2013 года, периодически вбрасывая информацию, что ТВР вот-вот возродится. Всю свою историю компания ТВР была в руках частников, энтузиастов, которые благодаря своим амбициям и трудоспособности превратили ее в одного из самых знаменитых автопроизводителей Британии. Тот же Lotus, к примеру, еще в 1986 году был выкуплен General Motors и в последующем ходил по рукам крупных концернов. И сегодняшний владелец ТВР также является частным игроком в мире британской автомобильной промышленности. Знакомьтесь, Лес Эдгард, британский предприниматель, заработавший свое состояние на разработке видеоигр. В 2013 году он выкупил у Смоленского все права на бренд ТВР и уже в 2017 представил новую модель ТВР-Гриффит. Как говорит сам Эдгард, у ТВР подмочная репутация и наша задача изменить представление об этом автомобиле. И для решения этой задачи он пригласил знаменитого инженера из мира Формулы-1 Гордона Мюррея и не менее знаменитого производителя двигателей Косворд. Само это сочетание великого инженера и производителя двигателей обещает быть обнадеживающим началом для возрождения марки. Заявленные характеристики новой модели просто потрясающие. Под капотом 5-литровый V8 на 500 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой и задним приводом. Кузов выполнен из углеродного волокна в сочетании с компонентами из алюминия, что позволило добиться веса в скромной 1250 кг. Заявленные динамические характеристики тоже обещают вызвать немалый восторг. Спринт с нуля до сотни менее чем за 4 секунды, а максимальная скорость 350 км в час. И конечно у Эдгара имеются амбиции вернуться в гонки. Гордон Мюррей спроектировал автомобиль с высокой прижимной силой. Имеются амбиции и вернуться на рынок США, для чего в ТВР наконец-таки появятся и подушки безопасности, и АБС, и различные системы стабилизации. И вы наверняка спросите, почему я говорю так, как будто этот автомобиль еще не вышел, ведь с 2017 года прошло целых 5 лет. И я отвечу, автомобиль на самом деле еще не поступил в продажу. Бренд возродили, а с ними появились и новые проблемы. Начнем с того, что производство перенесли в Уэльс, где правительство страны предоставило помещение на 150 рабочих мест. Но здание было ветхое, и его нужно было реставрировать. А как это обычно бывает в Европе, чтобы что-то отреставрировать, нужно собрать кучу макулатуры. Тут наложился кризис пандемии и выход Великобритании из Евросоюза. В общем, реставрировать завод начали только в конце 2020 года. К этому моменту у компании уже накопилось долговых обязательств на 8 млн фунтов. Но на данный момент, на 2022 год списывать компанию со счетов еще рано. Завод вроде как достроили и обещают в 2023 году уже наконец наладить серийное производство. К слову, времени развернуться у компании остается все меньше, так как в 2030 году в Великобритании запретят автомобили с ДВС. А нужно еще наладить выпуск автомобилей, потом устранить все попутно вылезающие недостатки, а еще хотелось бы и денег заработать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok